Во Дворце Независимости сегодня состоялись переговоры Александра Лукашенко с главой Республики Калмыкия. Этот российский регион активно развивает сотрудничество с нашей страной. Обмен визитами, реализация совместных проектов. Мы тесно взаимодействуем во многих сферах, от сельского хозяйства до туризма. И несомненно, сотрудничество в спорте тоже будет серьезным, учитывая тот факт, что глава региона Бату Хасиков, титулованный кикбоксер, шестикратный чемпион мира. Наш президент отметил активизацию контактов с Калмыкией, но настоящий прорыв еще впереди. Предстоит усилить взаимодействие по всем без исключения направления. От увеличения товарооборота до подписания долгосрочных контрактов. Сегодня, сразу после переговоров во Дворце Независимости, делегация отправилась на МАЗ МТЗ, чтобы дальше договариваться предметно. Илона Красуцкая подробнее. В последнее время делегация Калмыкии вместе с главой республики «Частые гости» в Беларуси шла тщательная проработка по каждому из направлений взаимодействия. И вот теперь все на высшем уровне. Встреча с президентом и намерение подписать долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Уже четвертый год регион возглавляет Бату Хасиков, профессиональный спортсмен, шестикратный чемпион мира и мастер спорта международного класса по кикбоксингу. Спорт и характер – понятие неразделимое, поэтому так решительно взялись за сотрудничество с Беларусью. Наш опыт нужен практически во всех сферах. Все-таки в плане развития инфраструктуры и туризма Калмыкия – одна из самых молодых республик в России. Во времена Союза там не было практически ничего, несколько храмов, да голая степь. Настоящий кочевой регион, кстати, где исповедует буддизм. Контакты с Калмыкией приобретают все более активный характер. Но уверен, что настоящий экономический прорыв у нас впереди. Для вашего региона у нас очень много продукции. От машиностроения до строительства, IT, фармацевтики, высокотехнологичного транспорта. В сегодняшних условиях по соотношению цена-качество – это нормальный для нас с вами продукт. Наша продукция давно пользуется спросом во многих регионах России. Уверен, и вашим гражданам она хорошо знакома. В нашем понимании нужен переход от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам. Создание ремонтной базы, складов, запасных частей, укрепление производственной кооперации. Сегодня вместе с коллегами мы посетили Площадь Победы, возложили венок и цветы у мемориала, отдали дань памяти за независимость нашей общей большой Родины, победив фашизм. Да, на сегодняшний день мы видим, что новые ростки пытаются поднять голову. И здесь снова мы, объединившись вместе как единый кулак, я думаю, что мы победим эту напасть. Вам, Александр Егорьевич, огромное спасибо за вашу принципиальную позицию и вот за демонстрацию того духа, который вы излучаете, и ваша команда. То есть для многих моих коллег, для многих россиян это действительно пример. Конечно, санкционная политика подтолкнула к интенсификации сотрудничества, разделяют нас менее 2000 километров, так что за совсем скромный пока товарооборот даже немного неудобно. Но если уж с Дальним Востоком все отлажено, то и здесь быстро наверстаем. Готовый опыт сотрудничества с учетом индивидуальных запросов можно переносить в Калмыкию. Мы готовы поставлять широкую линейку техники, есть запрос на наш опыт в сельском хозяйстве, за которым ехали даже с Сахалина. Переработка, строительство и даже в спорте очень важна кооперация. Кубок Содружества – первое совместное соревнование российских и белорусских биатлонистов. Они очень порадовали настоящих фанатов этого вида спорта. Вам, как профессиональному спортсмену, будут интересны наша спортивная инфраструктура, опыт подготовки атлетов по многим дисциплинам, организации физического воспитания молодежи. У нас в стране созданы для этого все условия. Вы лично побывали и на Минской арене, и ледовой площадке Олимпик парка, смогли в этом убедиться. Всегда рады принять международные соревнования самого высокого уровня, также отдельные споры российских команд. Слава Богу, мне было бы счастья. Несчастье помогло. Мы начали ближе с россиянами тренироваться спортсменами и соревноваться по многим видам спорта. Думаю, что в этом году мы достигнем самого высокого уровня в организации этих мероприятий. Туризм – одно из направлений сотрудничества. И даже не нужно лететь в Тибет. Сегодня столица республики Элиста – место, куда паломники со всей России и ближнего и дальнего зарубежья съезжаются, чтобы своими глазами увидеть золотую обитель Будды Шакьямуни. В перспективе обещают и прямой рейс, который свяжет две наши столицы. У нас есть уникальные интересные места, такие как Федеральный заповедник Черной Земли, где мы восстанавливаем численность самой древней антилопы в мире – Сайгака. Много есть мест силы, тем более, что Калмыкия – это буддийский регион, но мы при этом находимся в европейской части России. И нашим гостям, туристам интересно окунуться и познакомиться с нашей вот такой уникальной культурой. Сразу после переговоров на высшем уровне, калмыкская делегация отправилась на крупное промышленное предприятие нашей страны. Техника МТЗ себя зарекомендовала. 70% сельхозмашин в этом российском регионе – белорусские. И, судя по неизменно высокому спросу, калмыкских партнеров – это не предел. Можем предложить региону полностью весь шлейф техники и оборудования для АПК. Это может позволить в дальнейшем увеличить объем производства продукции и будет являться важной частью сотрудничества в рамках до сегодняшнего визита. А вот продукция Минского автомобильного завода в Калмыкии представлена не столь глобально. Сейчас в регионе хотят обновить общественный транспорт, поэтому белорусские автобусы очень нужны. Сейчас, не отходя от кассы, сразу же будем готовить предложения, будем готовить варианты. Руководитель региона задавал очень грамотные и нужные вопросы. Это по части сервиса, по части обслуживания, эксплуатации. Поэтому чувствуется, что регион серьезно настроен. Также российским партнерам приглянулась коммунальная и дорожная техника. Белорусская страна готова предложить варианты, учитывая пожелания заказчика. Все перспективные направления сотрудничества сегодня также обсудили в правительстве. Нынешняя непростая ситуация на международной арене. Санкции, введенные против России и Белоруссии. Время возможностей для производителей продукции наших стран. Для производственной кооперации. Для научно-технического сотрудничества. Для реализации новых амбициозных и взаимовыгодных проектов. Поэтому тесная координация на всех уровнях. Совместный поиск путей противодействия санкциям. И нивелирование негативных последствий. Ограничительных мер являются также нашими приоритетными направлениями сотрудничества. В Беларуси делегация Калмыкия будет работать и завтра. Состоится заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству. Запланированы и переговоры в Министерстве сельского хозяйства. А также гости посетят индустриальный парк «Великий камень». Илона Красудская, Вероника Бута, Александр Олешко. Агентствователь новостей.